МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 октября в спортивно-зрелищном комплексе города Одинцова подмосковные вольболистки пообщались с прессой и болельщиками. Традиционное знакомство с командой Заречья Одинцова началось с открытой тренировки. Игроки провели двусторонний матч, продемонстрировали технику и готовность к сезону. Сегодня в программе «Время спорта» подробности волейбольной встречи. 2017 год для Заречья Одинцова юбилейный подмосковный волейбольный клуб был основан ровно 30 лет назад. Первый большой успех пришел в 95-м, когда команда завоевала Кубок России. Через год Заречья Одинцова играла в Суперлиге. В 2003-м подмосковный клуб тренировали Павел Матиенко и Вадим Панков. Такой тандем обеспечил высокие результаты. В 2007 году Павла Матиенко не стало. Команду за собой повел Вадим Панков. В первом же сезоне Заречья Одинцова выиграла чемпионат России. Через два года повторили успех. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял шестое место в чемпионате. Мы рады видеть вас сегодня на традиционной презентации волейбольной команды Заречья Одинцова, которая посвящена стартующему 11 октября чемпионату России по волейболу среди женских командов Суперлиге 2018 года. Попробуем открыть нашу встречу генерального директора волейбольного центра Московской области в том числе и все эти шайлы. Без прошлого, без людей, которые действительно делали в свое время свою работу, без людей, которые держали на своих плечах все эти годы, десятилетия, конечно, не было в Заречья Одинцова. Я благодарен всем и болельщикам со стажем, и всем сотрудникам, которые работали в управлении и в организации команды, и всем тренерам, которые работали за эти 30 лет в команде, и всем игрокам, которые участвовали в команде и играли за команду. Всем благодарны, огромное спасибо, вы сделали для команды очень многое, мы это ценим. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы с нами, постоянно с нами. Надо увеличить ряды болельщиков, приводить детей, семьи свои, для того, чтобы мы, как говорится, радовали вас по возможности, конечно, вы радовали нас. Спасибо вам большое. Во-первых, я хочу поздравить с 60-летием горды нашего, потому что мы не смогли быть, мы были на соревнованиях, вернулись с универсиады, из Тайваня, поэтому не смогли, к сожалению, быть на празднике, но я всех поздравил с праздниками. И, конечно, хочу всех поздравить с 30-летием нашей команды, потому что это, конечно, история, огромная история. Павел Михайлович Матиенко создал команду. У нас Ирина Матиенко, супруга, первый капитан команды. Прошу поаплодируйте. Ну и мы сейчас продолжаем, продолжаем, как говорится, нести, я считаю, нести наш флаг и поднимать наши результаты. Мы обновились в этом сезоне, мы сейчас делаем упор на молодежь, молодежь и хотим вообще создать в нашем центре центр спортивной подготовки сборной команды, национальной команды и молодежной команды России для того, чтобы наш комплекс процветал, как говорится, в волейбольной стезе. Это, конечно, мы делаем пока начально, но, тем не менее, мы хотим это сделать с нашей федерацией волейбольной, и все это сделать глобально. То, что мы сейчас увеличим количество уроков физкультуры, и один урок будет физкультуры волейбольной, это очень здорово в нашем городе, и мы надеемся, что кто-то из девочек, из мальчиков как раз научится играть и придет к нам в дальнейшем команде. Это тоже очень здорово, поэтому это необходимо, это необходимо делать. По нашей команде мы практически, кроме, наверное, нашего капитана, Леры Генширова, практически все до 20-20 лет максимумно, ну, Юринский, наверное, 19 лет, знаете, еще моложе. Поэтому, да, пришли новые игроки, мы явно благодаря тем, что им за то, что пришли, за то, что, как говорится, не попаялись в трудности, хотя мы сейчас выходим из положения, как Елена Алексеевич сказала, из тяжелого положения, когда у нас не было просто денег. Сейчас, как говорится, деньги появляются, мы постепенно будем, как говорится, расти, ну, и создавать боеспособную команду, которая сможет бороться за медали. Конечно, этот сезон будет нам сложным, но, тем не менее, задача стоят, задача попасть в шестерку, в шестерку, но для этого сначала сделать минимально, наверное, 8-8, после этого уже, как говорится, двигаться дальше. То есть, после регулярного чемпионата мы должны быть в плей-ф, это наша основная задача, и потом двигаться вперед. Вы знаете, все команды, к сожалению, у нас всего 10 команд в чемпионате, но, тем не менее, да, мы будем играть теми, с теми, кто есть, ну, и стараться, как говорится, радовать нас еще раз. Из всей команды одна Курносова, которая играла на протяжении всего сезона. А остальные игроки – это Руссу, это сейчас Воробьева новый, это Богданова новый игрок, Иванова, Ганезова, это все совсем молодые игроки, которые играли за молодежью, за дублирующий состав, и сейчас они уже влились, как говорится, в основную команду. Владимир Анатольевич, несколько слов о капитане, да? Я так понимаю, что этот игрок вернулся в нашу команду? Лера и не хотела уходить от нас, но так сложилась ситуация, что, как говорится, были другие игроки, поэтому Лера была вынуждена временно уйти в другую команду, но мы всегда были с ней в контакте, общались, и, как говорится, как только появилась возможность, я Леру пригласил и, как говорится, попросил ее даже, чтобы она вернулась и не обижалась на меня, потому что, сами понимаете, жизнь движется, да. И Лера с удовольствием пришла, поэтому, конечно, она самая опытная, самая взрослая, и поэтому она капитан команды, она поможет, да, именно и в воспитании, и в контроле, и именно в поддержке. Нам поставили задачу стать шестыми, как бы к этому мы и будем стремиться, я думаю, у нас все шансы на это есть, тем более мы тренируемся, работаем, работаем интенсивно, стремимся к выполнению поставленных нам задач. Молодые, сильные, крепкие, задорные, не знаю, вот как-то так, можно так сказать, сила, молодость, вот оно, этим все сказано, наверное. Мы начинаем, да, это капитальная команда, Лера, работа играла в Череповце, вернулась к нам, спасибо, Лерочка, мы тебя поздравляем, и выходи, пожалуйста, получая свою фирменную маечку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женая музея, Баруя, 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 Иксения Мазарова, связующая наша, ваша молода, очень перспективно. Желаю вам, здоровья, 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 здоровья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодой команды России, мы с вами на второе место в Ефи 45-ти мира. Здоровья, Маша, здоровья, я вас с вами. Маша, особенно, мама Маша. Чу-чу. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвольте мне, от всего клуба «Воречка», поздравить вас с юбилейным годом. Это очень важно. Вы молодцы. Вы столько лет здесь, вы столько лет там. Поэтому хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи, успехов. И мы вас заверяем, мы всегда будем на вашей стороне, всегда будем стараться вас поддерживать в любые невзгоды и надеяться, что вы нас не разочаруете. Вадим Анатольевич, это наш талисман, который не продается ни за какие деньги, ни граммы, никуда не уходят. И нас это очень важно. Помимо этого, у меня вопрос к Евгению Александровичу. Можно вам задать вопрос, да? Как планирует наш Ленцовский район поддерживать нашу команду в юбилейном году? Спасибо. Мы будем активно предпринимать нашу молодежь, которая занимается волейболом. Все ходили, смотрели. Я обратил внимание, что, наверное, у нас очень волейбольный город, очень много детских шоу занимающихся волейболом. Но не все ходят, не все смотрят на суперлиги. Тем более, это наша главная команда, главная команда спортивного волейбольного центра. И, безусловно, только ходя на суперлиги, можно учиться, да? Заражаться западом волейболом, тем самым поддерживать и девочек развиваться сами. Сейчас во многих городах, даже в детских садах, начинают играть в мяч. То есть легкий мяч, который, это мяч называется штандартом, или игра, поймай мяч, или, как говорится, пионер-бомба называется игра. И там даже проводят соревнования среди детей. Но мы решили это, как бы, попробовать внедрить в школу. Внедрить в школу, для того, чтобы, как говорится, коль уж у нас волейбольный центр, коль уж наш город волейбольный, чтобы мы, наши дети, попробовали все-таки играть в волейбол. То есть играть с мячом. И, как говорится, нас поддержало Министерство просвещения. И третий урок будет вводиться в школах Одинцова. В целом, если мы поговорим о сезоне, программа минимум и программа максимум для команды Заречья Одинцова. Во-первых, поздравляю всех болельщиков и нас всех с 30-летием нашей команды. Конечно, задачи стоят большие, хотя команда обновилась. Сейчас, я говорю еще раз, у нас практически молодые игроки до 20 лет. Но, тем не менее, тем не менее, задачи стоят, потому что мы, как говорится, стремимся к лучшему. Я думаю, что в этом году будет, конечно, не будет просто, но, тем не менее, через год мы должны уже заявить о себе громко. Поэтому у нас очень хорошая молодежь, которая, как говорится, мы играли на чемпионате мира. Мы серебряные, мы играли на универсиаде уже, часть из них была, причем в составе, поэтому, конечно, они уже стреляны, да, поэтому не совсем, не совсем цыплята, поэтому мы, конечно, я надеюсь, что мы справимся. В этом году будет, конечно, тяжеловато, но ничего, мы будем надеяться, что за этот год мы наберемся опыту и будем противодействовать, уже и бороться за медали. Первый матч чемпионата России за речи Одинцова проведет на выезде 11 октября с командой «Динамо Краснодар», а 21 числа сыграет в Одинцово. Соперником в домашнем матче станет клуб из Южно-Сахалинска. Желаем спортсменам и тренерам успехов в новом сезоне и, как всегда, верим в команду. Чтобы вот они вот это вот...